Нелли Обзялова более 20 лет трудится в сфере культуры. Любовь к творчеству вспыхнула, когда она, ученица Молковской школы, пришла в Дом культуры Боревестник и стала заниматься хореографией. Выезжали агитбригадами выступать на полевой стан, для доярок на ферме выступали, для механиков, трактористов на поле. Открыли борта, и мы вот там три человека, полечку, украинские, все танцы танцевали. По окончании школы был институт, в котором Нелли всегда была в центре всех студенческих творческих мероприятий, а затем и работа в родном Доме культуры. Это было в конце 90-х годов, когда рушилась отлаженная система отдыха детей в школьные каникулы. Задачей специалиста по работе с молодежью по месту жительства, так называлась должность Нелли, было организовывать при Доме культуры детские лагеря дневного пребывания, и она с этим легко справлялась. Дети-тишки наши в течение дня окунались и в танцы, и в КВН, и мы проводили всевозможные там конкурсы, мастер-классы. Вот тогда, конечно, пошла такой большой опыт в мою копилку. Организаторские способности нашей героини были замечены руководством местной администрации. Именно ей было предложено возглавить Дом культуры. На тот момент учреждение находилось в плачевном состоянии. Предстояла большая работа не только по ремонту обветшалого здания, созданию правовой базы, но и возрождению творческой жизни. Вместе с единомышленниками Нелли Абзялова взялась за эту трудную деятельность. Здесь не было ничего. Разрушенные стены, никакой правовой базы. Мы с ней вдвоем старались все восстановить, сделать, ввели с ней, разработали положение о платных услугах, ввели платные услуги. Сейчас очень много детишек занимается как на бюджетном, на бюджете, так и на платной деятельности. Каждая деталь ее волнует. Каждая деталь, какая-то даже мелочь, она не то, что за все переживает. И когда делали ремонт, какие-то были неурядицы с ремонтом, что-то не получалось, она очень переживала. Три года в Доме культуры проходили ремонтные работы, начиная от фасада до отделки внутренних помещений, сцены и зрительного зала. Ребята теперь занимаются в светлых, комфортных классах. Да и количество кружков художественной самодеятельности увеличилось во много раз. Творческие коллективы «Буревестника» участвуют в разных смотрах, конкурсах не только районного, областного, но и международного уровня. Если ты с душой относишься к своему делу, то, конечно, результат не заставляет себя ждать. На данный момент у нас занимается 26 творческих коллективов. Делаем красивые массовые праздники. Анна Илья Обзялова, несмотря на свою административную занятость, по-прежнему в центре творческой жизни. Она постоянный участник праздничных мероприятий, проводимых ее коллективами во всех населенных пунктах Молковского сельского поселения. А их девять. Целый день на работе. Порой просто рабочий день составляет чуть ли не 18 часов. Уходишь далеко за полночь из ДК. Поэтому семья относится с пониманием, поддерживает меня. Люблю свою работу и хочу дальше трудиться на благо своих жителей. Все люди в празднике отдыхают, а мы работаем для того, чтобы нести людям радость. Поэтому работники культуры особенные люди, я считаю. Работы очень много, но все равно мы выкраиваем время, чтобы и попеть, и заняться своим творчеством. 25 марта в России отметят День работников культуры. Но даже в этот день свой профессиональный праздник коллектив ДК будет трудиться. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова